Вы вообще не понимаете, что такое шин-кушин, шин-кушин выглядело туда, да? К сожалению, логическим образом мы рефортироваться не умеем в это положение, поэтому нам нужно научиться сидеть ровно и уметь в это положение попадать. Собственно, если мы говорим про то, что вы начинаете со стойки, вы можете спокойно садить, убрать рукав, сгинать ногу, садить с ножов, и здесь вы должны себя чувствовать комфортно. В чем ниван? Отличный гад, чтобы играть его как в кимоно, так и вверх, потому что, если у вас нет лировок на луги, да, скорее всего, вы себя чувствуете некомфортно, да? Сады, делаете какую-то хрень, у вас нет закладки, неприятно. Это работает в ги и в науги примерно одинаково, в ги удобнее, потому что больше трения вам легче что-то схватить. Что мы поделаем? Сначала подводя эти упражнения, на что обращаю внимание? Мне важно, чтобы мои плечи были впереди моего таза. Если мы посмотрим сбоку, я сижу примерно под 45 градусов. Что это дает? Это дает, если поле начинает меня толкать в плечи, у меня есть возможность еще сидеть. Это не значит, что он будет на все бабки меня давить, да? Я спокойно усижу, я упаду сейчас какое-то время. Поэтому, когда он продолжает меня толкать, я начинаю на своих пол-копе отходить назад. У меня есть руки-ноги, которые держат его давление и позволяют мне сидеть ровно. Еще раз, если я сижу плечи на уровне с тазом, он меня толкает, очень сложно сидеть, я упаду. Плечи вперед, таз назад, он начинает толкать, я здесь могу сидеть. Если оппонент суперсильный и это вообще никак не работает, у вас всегда есть вариант убрать ноги в бок и сидеть все равно спереди. То есть у меня таз назад, плечи смотрят вперед. Вот сейчас, если оппонент будет давить меня на все просто бабки, я спокойно здесь сиду, никаких проблем не испытываю. Что сейчас по делам? Буквально по 2 минут. Собственно, вы можете там с асторика начинать, взяли захват, сели, оппонент начинает на вас давить. Вы просто стараетесь сидеть под одним углом. Если сложно, убираем ноги назад, как будто я сижу в S-Mount. И потихоньку сидим здесь. Можете менять в одну и в другую сторону. То есть ваша задача не оказываться вот здесь. Потому что отсюда будет неудобно играть. Пара примерно рост рез. Погнали. Раз, два. Что мы хотим? Смотрите. Если оппонент работает на дистанции, то есть он убирает таз и тащит по бродку куда-то вперед, как сейчас принято бороться. Мы прям туда залезем. Сейчас большинство людей борется, стараясь не давать захвата назад. То есть я буду далеко, я буду отсюда куда-то. Потому что шин-душин отлично работает, когда люди начинают ударить. То есть если люди прячут от вас таз, не нужно на нем аксультироваться. Внимание, да, у вас есть руки, вы будете хватать руки, что-то делать там с руками, залезать куда-то. Это отличный вариант, когда он ведет с ноги вперед. Что я хочу смотреть? Мы не будем сразу залезать сюда. Мы сначала получимся просто сидеть краник. Я сидел здесь, я хватаю рукой, вторая рука у меня идет на пол. Это важно, потому что мне нужно свой таз перенести в бок. Если я держусь как-то здесь, будет не совсем другоподобная скорость. Я взял с рукой, поставил руку и я свой таз сточу в бок. Смотрите, очень важно, моя нога закрывает его ступню. Если оппонент пробует выше, я не зажал, ему достаточно сложно двигаться. Вторая нога у меня согнута, я сижу здесь, на смаунте, я прижимаюсь к нему грудью. Я хочу оказывать давление на таленку в бок. Если я сижу здесь, прижался, меня всегда могут таленку подсказать. Меня всегда могут подсказать. Если я был здесь, и залетел в бок, оппонент просто тупо сложно раздвинуть таленку и давить в меня. Это не значит, что он этого не будет делать. Он будет крутиться в мою сторону и я буду крутиться вместе с ним. Что еще важно? Я не хочу рукой хвататься вот так. Потому что такого положения не было, это underhook. Да, и это не слайд, и все, на этом все закончилось. Я хватаюсь, как только я приближаюсь, пляжкой закрыл ногу, рука зашла внутрь, просто по локоть. Как на том видео в интернете, которое вы видите. Второй рукой я упираюсь для того, чтобы у меня было давление. Я сижу, прижата грудь, прижата плечо, головой не прижимаюсь. То есть голова у меня на каком-то расстоянии, комфортном для вас. Мы сюда пришли. Дальше, что важно, я никогда не хочу, чтобы моя голова была согнута. Потому что если голова согнута, у меня слабая спина, меня будут давить вниз просто на все бабки. И мы придем куда-то сюда. Я хочу сидеть с прямой спиной, когда дает на меня, мне в принципе пофиг, у меня есть осанка. Лично голову прямо здесь. Я вот здесь и сижу, моя голова мешает ему просто двигаться. Мы сюда пришли, отсюда очень просто всегда будет вставать на него. Итого, мы здесь, мы сидим, рука в пол, рука коленка. Поднимаю таз, таз улетает сбоку. Не спереди, сбоку. Руку так всуну по локоть, голова с прямой осанкой. Сидим здесь. Абонент пытается подвигаться, пытается поддавить на меня. Мне комфортно, я двигаюсь вместе с ним. Если вы чувствуете, что он переносит вес на заднюю ногу, я просто вставлю к ним, встаю, забираю ногу и отсюда легко делаться. Еще раз, мы здесь посидели что-то. Нога залетелась, прижалась. Таз дальше плечей, плечи вперед, рука плотно, рукой я давлю. Чего мы боимся? Мы боимся гильотин, поэтому я голову не прижимаю. Отсюда башка ближе, ему легче накидывать гильотин. Моя голова подальше, если он будет тянуться с гильотиной куда-то, если я смогу его продернуть, вместе с ногой вставить. Второе, что я боюсь, это то, что он будет прыгать к Тимуру. Поэтому обращайте внимание на руку, не нужно ее где-то здесь держать. Спокойно можно взять, да, или начать куда-то с гурком. Моя рука чуть-чуть раскрытая и давит ближе стороны стены, я ее не выставляю, я вот здесь. Постоянно грудью, плечом давлю вперед, оппонент пытается подвигаться, как он комфортней. Я продолжаю его преследовать, просто сижу. Чувствуете, что можно встать? Остается. Погнали, те же пары. Раз, два. Какие версии, собственно, могут быть у верхнего защищаться? Что я хочу? Я хочу, чтобы моя коленка оказалась спереди, это логично. Моя коленка спереди, я могу раскатывать, вести коленку под мышку. Вот это уже не гард, это просто какое-то говно. Отсюда будет легко раскатать оппонента, куда-то пойти. Это раз. Я хочу, чтобы он не держал мою ногу. То есть в случае, если он ее держит плохо, то он сел, я просто буду вышагивать ступнёй. В любую сторону, которая вам нравится, я просто колено оставлю на месте, вышагиваю ступнёй, у меня уже практически пропаганда есть. Собственно, самый тупой вариант, ну, как бы, вы давите вниз. И последний, это я буду искать underhook. Если рука держится, например, просто ладошкой, я буду залезать сюда, и просто умыло едиными слайдами проехать. Итого, что мы делаем сейчас? Та же самая проводка, но верхний немножко умеет защищаться. То есть я хочу толкаться, толкаться, бац, вышибнул ногой, толкаться, как проехать. Ногой сложно, окей, я большой, толстый, я иду колен, просто в него в подмышку, в подмышку, в подмышку, в подмышку. Окей, вышло, отсюда легко проходить. Я большой, сильный. И там как пойдёт. Собственно, работа нижнего. Что вы можете делать из этого положения? Вы можете рукой продавливать оппонент вперёд. То есть вы чувствуете, что он куда-то придёт на вас. Бабий Яр освободился, поэтому можно в Бабий Яр переместиться будет за мешки. Как мы встаём? Несколько вариантов. Первый. Я рукой веду его коленку в пол. Веса нет. Я тупо нагло встаю наверх. Держу коленку, держу пятку. Ногу подёргать. Рука пятой вниз. Поднял. Он упал. Прям как в системе Орибкова укатился. Смотрите. Можно рукой подёргать. Можно рукой подёргать. Встать. Что ещё можно? Подёргать. Дотянуться до второй ноги. Встать в драку. Какие у вас варианты с этой ногой? Смотрите. Я на ладошке. Поднимаю таз. Вытаскиваю ногу под себя. Встаю. У меня есть символ. То есть сейчас приз, такая же работа, просто чуть больше вариантов. Ещё раз. Верхний может вышагивать, если я плохо держу. Он вышибнул. Тут сложный бороться. Меня раскатали. Плохо держу, он лезет в андерхук. И просто не слайдил. Раскатывает. Он сильно уверенный мужчина. Давит на голову вниз. Что-то пошло не так. Проговаривая, лежать, усосать. Меня раскатали. И последний. Коленка летит в сторону подмышки, где я держу рукой. Если я лёг на эту сторону, ну как бы всё. Это уже не похоже ни на что. У вас тут последний вариант. То есть какой-то гиб вылезать на эту лобку. Собственно, нижний пока делает только сингалет. Клечом. Встали. Пошли. Вверху ладошку. Выпернули ногу. Встали. Пошли. Можете ранять любым удобным для вас способом. Я предлагаю держать коленку. Пятку. Отпустил. Поднял. Пошёл наверх. Пошёл. Погнали. Раз. Два. Вот вторая нога. Там техники ноль. Даже у меня выходит. То есть если оппонент ставить две ножки близко, но это плохая осанка, плохое положение ног, я просто взял, прижал. Мы здесь даже если будем бороться, мне будет намного легче чего-то с ним. Потому что я держу две ноги. Не забывайте об этом и сейчас вы сможете. Собственно шин-тушин сам. Мы здесь, ничего не выходит. Он постоянно давит на меня коленкой и мне приходится двигаться. Что я делаю? Смотрите, мой таз немножко отъезжает, моя ступня заезжает. Всё просто. То есть если мы сюда пришли, он вперёд коленку не ведёт. И мне едут просто назад. Как бы я ничего не ставлю никуда. Даже если я отъеду, мне придётся вот так вот перехватить, чтобы я мог стоять шин-тушин. Когда он давит на меня коленкой, я отъезжаю жопой, отъезжаю шин-тушин. Вот отличное положение. Мы отсюда поделаем сингл-экс и разные варианты. Мы залезли. Всё то же самое. У меня прямая спина. Рука здесь. Дальше что я делаю? Я могу хватать вторую ногу. Это самый отличный вариант будет. Смотрите, как вы хватаете. Если я хватаю пальцами вниз, оппоненту достаточно просто захваживаются рвать. Мы здесь. Он дёргает спиной и отпускает. Я стараюсь брать пальцами вовнутрь. То есть я не отправляю его прямо в штанину. Так нельзя. Я делаю ямочку. Хватаю вот так. Чуть-то сложнее, потому что, вы понимаете, все пальцы открывают. Вы можете не брать ногу. Вы можете упираться. Просто если вам хочется и санарядочком брех не взять. Можно брать как угодно. Просто вот этот захват. Вы саму сильный. Что я делаю дальше? Смотрите. Я падаю на правый бру. Русский язык. Раз, два, три. Я падаю на правый бру. На правый бок. Миша заразил меня. И брак отднимается вместе с моей. Я держу его здесь. У меня нерасслабленная ступня. Моя коленка максимально близко к моей груди. Рукой я постоянно его прижимаю к себе. Пока просто поделаем такое движение назад. Куда-сюда. И куда-снова. Но ничего сложного нет. Что я хочу добиться дальше? Прокинуть. У меня есть синглыц, у меня есть вторая нога. Он упал, я встал. Мы здесь. Он начинает немножко на меня давить. Отъезжаю. Рука либо на коленку отталкивает, либо хватает ногу. Я падаю не на спину. Я не хочу вести его вот сюда. Это плохо. Это плохое положение, здесь ничего хорошего не выйдет. Я падаю строго направо. Ступня поднимается. И вот таз разворачивается без вес на этой ноге. Сейчас просто вот этот болванчик. Куда? Сюда. Ничего сложного в этом нет. На третий раз давайте. Тащу коленку к себе. Ногу выпрямляю. Она слетает. Голова в пол. Плечи в пол. Ноги поднялись. Сингл Эйс. Хотите, перехватывается. Здесь акил. Но вторую ногу не отпускайте. Потому что это супер простой пик, с которого вы легко встаете. Еще раз. Штанина можно не хватать. Да. Мы условно если ноги боремся, я ставлю. Отъехал. Присыл сюда. Вот мой Сингл Эйс. Там можно потом туда крючок переходить. Если вам покрыться и так далее. Мы здесь. Рука либо штанина. На правый бок. Поднял, поставил назад. Еще раз. И на третий раз. Самое сложное. Я тащу на себя коленку. Ногу просто выпрямляю. Нога пролетела. Голова в пол. Плечи в пол. Я поднял таз. У меня Сингл Эйс. Он начинает падать. Потому что я держу ногу. Собственно, если ноги нет. Я не очень фанат Сингл Эйкс. Потому что я упал. Вот он ногу куда-то убрал. Здесь придется использовать технику. А у меня ее нет. Я хочу вторую ножку. И давайте последний раз. Схватили. Взяли. Смотрите. Пальцы постоянно напряжены. Я никогда здесь. Ну, нога не расслабляется. Нужно вот тут вот. Не нужно сразу ногу куда-то здесь упрямлять. Ничего хорошего не выйдет. На друдь. Потащили. Сингл Эйкс. Я закрываю. Ноги плотно. Если знаете свой путь. Если не знаете. Погнали. Я играю в Сгард. Вы можете по-разному ноги располагать. Но логика одинаковая. Мой таз должен быть максимально высоко. Я хочу контролировать его так. Если я вот тут где-то и что-то поворачиваюсь. И что-то он не падает. Когда я здесь кручу таз. Крутится его нога. Снова моя голова на полу. Мои плечи на полу. Я могу его толкать за счет этого. Если вы залезаете в Сгард. Крутатуру. Это не гад. Это вы ножки спрятите. Собственно, я понял. Что вам понравился салат. Поэтому будем вставать. То же самое он дает на меня. Я отъезжаю. Хватаю. Хватаю. Иди сюда. Понимаю, что сингл Эйкс это сложно. Я его ногу возвращаю. strengthened. Наги по. Салата у меня нога. Вы здесь, а салат у меня ногами. Это важно. Я держу его ногу. Если его ноги нет, я возьмусь здесь. Смотрите. Вот я на правом боку. Я его ногу продолжаю вести от себя. Я встаю, дочувствую, его надеть, перехватываю, и потом уже встаю. То есть важно, что я его провожаю за собой. Иду поближе, я поднимаюсь на локоть, иду за ним. Про локоть, наверное, самая важная всталь здесь, потому что, по сути, это не очень сложно. Если вы будете лежать на руке, мне будет сложнее встать. Чем выше я изначально, тем легче мне давить головой и вставать сюда для него. Собственно, тоже самое, залезли, раз, вернулись, два, и на третий раз. Беду его ногу, встаю на локоть, встаю как мужчина. Погнали, раз, два. Говорите, если оппонент поставил руки на пол, вес на ногах нет. Значит, здесь нет никакой техники, вы просто встаете в него. То есть, ну, это очень хорошая локатор того, что вам сейчас можно делать вставание. Мы здесь начинаете, он что-то поставил руки туда, ну, окей, я пошел в него. Руки поставил, вы идете. Если он там где-то балансирует сверху, что-то не попадает. Вот он стоит, типа, ну, может, что-нибудь другое, скажем, поделать. Реально плохая идея. Давайте немножко поставим, чтобы мы джитсера. Мы здесь, то же самое, так вышло, что мне удалось взять его лапайлот. Вот это отличный вариант, потому что если я что-то упущу, и он поставит коленку в пол, вот с этим вариантом намного легче с ним бороться, вставать, потому что я отлично контролирую его движение. Это не значит, что если я возьму у Миши лапайл, и он пойдет на слайд, я смогу с ним встать. Да, это так не работает. Но, если вы перехватите здесь что-то, и он реально сможет провести коленку вперед, вот оттуда вам заодно проще бороться, потому что он просто ногами это боит. Это так, для внимания. Что мы поделаем сейчас? Поделаем то же самое, но когда что-то пошло не так, вы не успеете упасть на бок, он просто ведет вес на вас. Сюда. Смотрите, моя правая коленка согнулась, то есть моя нога должна с ним как-то прикасаться, для того чтобы какой-то был контроль. Ей не надо вот так упалтаться, она ничего не делает. Мои коленки ставятся другие, соответственно, чем лучше моя растяжка, тем больше она будет вылезать, тем комфортнее мне будет. Чем мы можем делать отсюда? Вот мы бороться, он просто на все башки давит коленку вперед. Вот вы пришли, я его ногу держу, потому что он будет двигаться. А он иногда может пытаться держаться отстать в такую сторону, я могу просто двигаться за ним, он просто так здесь снова ничего не пройдет. Скорее всего я смогу встать, ему придется вставать на меня, и мы снова вернемся в какое-то такое положение. Его коленка на моей груди, моя ступня провожает его ступню. Важно, я не опускаю его коленку себе в подмышку, потому что вот отсюда вообще прям вылетает. И я не хочу, чтобы его коленка оказалась вот здесь, поэтому я это пространство буду закрывать как могу. Если коленка встанет здесь в пол, мне будет очень сложно встать, потому что скорее всего он возьмет руку, будет тащить наверх, будет вот эта мишина в бжж. Поэтому мы когда падаем, я стараюсь лежать примерно на центре, и вот это все пространство закрывать ногой, рукой, как он пойдет. Что мы можем делать отсюда? Мы отсюда можем точно так же полезать символы, чтобы то же самое ронять. Мы здесь, он у нас раскаталок. В зависимости от его движения я буду его преследовать. Здесь он хочет идти назад, я могу так же идти за ним, разворачиваться, вставать. Я его прям ногу провожу. Мы здесь, моя нога постоянно преследует его, моя свободная нога будет ловить его ногой, если он делает боксер. Он боксер где, пытается его поймать, встать за ней. Итого, что мы делаем сейчас? Давайте пока на другую движение постановимся. Он вас раскатал, ваша коленка здесь. Его коленка на ваши груди, вы ее не пусаете ни в пол, ни в эту сторону, ни с этой стороны. Если она залезет сюда, у вас еще есть какие-то шансы, если есть навыки борьбы. Если она здесь, все, вы едете домой, медали у вас нет, Миша на вас кричит, пишет в чате про вас гадости и так далее. Вы его за спиной трогаете. Собственно, мы здесь, два варианта. Первый то же самое, я поднимаю ногу, залезаю сингл x, отсюда борюсь как хочу. Могу сцеповать, могу куда-то еще идти, могу что-то еще пытаться. И второй вариант посложнее, он делает двэкстеп, то есть он пытается на бой, перешагнуть куда-то, Уйти сюда и здесь будет не очень. Поэтому я его буду ловить. Движение такое на тайминг, вам его нужно выхнуть, как правило, вы держите ногу, это попроще. Я просто его провожаю, стою за ним. Итого, мы сюда пришли, что-то пошло, они так вас раскатали. Я держу эту ногу, я ее контролирую, я смотрю куда она двигается, я могу ее держать, могу не держать, как пойдет. Сингл x. Второй вариант, он начинает бэкстеп, я просто иду за ним. В принципе, это самое, то же самое может случиться уже здесь. Он может пойти на бэкстеп, я поймаю ногу и попытаюсь встать за ним. Это чисто вопрос тайминга и привычки. Ну, если вы это заранее отрабатывали, то еще раз вряд ли вы его поймаете в реальной схватке. И последний раз мы здесь, нас начинают раскатывать. У меня все еще есть сингл x. Здесь начинает бэкстеп, просто иду за ним, разворачиваюсь встать. Давайте пробовать, раз, два. Все смотрим? Простите, я в старом кимонат. Начали развиваться, я не понимаю. Смотрите, по сути там, если все это попытаться укоротить, у вас всегда есть вот этот вариант. Вы либо встаете в оппонента, либо залетаете в оппонента. На моем центром тяжести, мне легко его двигать, даже если у нас трачница весит. То есть, условно, если я не умею играть спайдер, мне нужно там как-то поймать его вес, и потом я могу слепануть. Здесь вообще все просто. Вот он умолился на вас. Вот, двадцатый тяжесть в жопе. Так вот, жопа рована надо мной. И отсюда мне достаточно легко его преследовать. Он идет в одну сторону, я иду за ним. Он идет в другую сторону, я снова иду за ним, но не позволяю ему скататься. Давайте посмотрим вариант, когда что-то пошло не так, он начал коленки сильно давить. Потом прям идет на неслайд, и вы чувствуете, что как-то все плохо. Давайте, моя задача здесь снова лечь на спину. То есть, я справа у блока просто разворачиваюсь назад, возвращаю ему. Здесь, все плохо. Я здесь вряд ли его передавлю, если он заберет мою руку еще и начнет тащить, все очень плохо, и здесь точно мне ничего не поможет. Поэтому это пространство я все закрыл, и я просто разворачиваюсь на спину, пока я не смогу вернуть что-то похожее назад. И отсюда я его попалю в каких-то регардах и что-то еще. Это ваша задача – следовать за его коленки. То есть, не нужно ее брать, а ты такие типа… Егор, ты мне показывал, не работает. Сами оставляйте его коленку, у вас конкуридент. То есть, он идет куда-то, вы такие, нет, я вижу твою коленку, я решаю, куда надо ездить. И отсюда вы уже можете его двигать, толчать, пробовать. Собственно, то же самое, просто оппонент сейчас на все бабки ведет коленку за вот мне в пол. То есть, он прям пытается, я схватил, я могу здесь застрять, может быть плохо, ставлю пальцы в пол, разворачиваюсь на спину за счет поленку куги. Это раз вариант. Если у вас гибкая кошечка, если пациент, например, слетает, вы можете попытаться поймать, передать вот эту ногу, подвернуться, передать сюда. Вы напугали деда. Она не остается. Отсюда вообще прямо. То есть, причем прикол в том, что, пока здесь действие простое, вы просто держите его весом себе, вы можете там... В этом не было ничего сложного, я просто так хорошо прокрутился. Он ведет коленку на все бабки в пол. Я здесь, могу попытаться помочь перехватить, развернуться, вернуть, и уйти сюда. Если сложно передавать, главное просто попытайтесь влечь нас там. Давайте последнее это поделаем. Если вы плохо делали, я подумал, что это вам поможет. Смотри, давай еще раз на меня наступим. Вот мы здесь, и как бы, что-то ничего не работает. Егор показывает, руки берем, чтобы все работать. Да, можешь сесть прямо с руками на руку. Вот он здесь, и он тяжелый, он весит, как Миша, и вы такие, типа, что Егор рассказывал, сингл икс, что-то там давит, ничего. Тут тоже ничего не работает. Мы вспоминаем, что мы мужчины, и у нас есть кимоно. Я хватаю кимоно, тащу его, он поставил ручки на пол, и я встаю. Мы здесь, не успели коленку поставить, он снова сел на нас, все плохо. Моя коленка под его задницей, тащу, руки в пол, я просто развернулся. То есть вы просто убираете его вес с себя, вам легко вставать. Я встал. Вот он здесь сел, что-то тоже ничего не работает. То есть кимоно очень легко позволяет вам аммиблировать его весом и убирать его с вас. То есть вот тут он сел, прям вес на мне. Моя ступня под его задницей, окей. Потолкаем, поставим мой тупик в голову, и я встал. Поехали. 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 Поехали.